Дорогие друзья, мы сегодня с вами в Эрмитаже, и нам предстоит удивительное, необыкновенное путешествие по одному из зданий Эрмитажа по Зимнему Дворцу в компании с Мюнхгаузеном. Ну, конечно, вы слышали о таком герое книг и фильмов, но я хочу вас удивить, ведь барон и ироним фон Мюнхгаузен это совершенно реальный человек. Мюнхгаузен родился 300 лет назад в Германии и был человеком из богатой дворянской семьи. Еще в юности он стал придворным у немецкого герцога Брауншвейгского, и ему удалось совершить удивительное путешествие в далекую экзотическую страну. В какую? В Россию! Ведь Россия в Европе тогда считалась очень далекой и удивительно экзотической. И правила тогда Россией императрица Анна Иоанновна. Она решила выдать замуж свою племянницу, а мужем, то есть женихом, будущим мужем, как раз был избран тот самый герцог Брауншвейгский, у которого служил Мюнхгаузен. Вот в качестве придворного герцога наш Мюнхгаузен отправился в Россию и, как и все иностранцы, удивился. Этой стране страна огромная, необычная. А какой красивый Петербург! А какой богатый царский зимний дворец! И здесь Мюнхгаузен много лет служил придворным, а потом перешел на военную службу, и ему даже пришлось участвовать в военных действиях, в сражениях с турками. И именно Мюнхгаузен когда-то встречал приехавшую в Россию молоденькую немецкую принцессу, которая впоследствии стала знаменитой императрицей Екатерины Второй. И Мюнхгаузен прожил в России 15 лет. Но вот настало время возвращаться на родину, и он вернулся в Германию, жил в своем имении и больше всего на свете любил охоту лошадей и собак. А еще очень любил рассказывать своим друзьям о невероятных приключениях, которые он пережил в России. И вскоре слава о нем, как о замечательном рассказчике, распространилась по Европе. И представьте, сразу несколько писателей создали книги рассказов барона Мюнхгаузена. И много чего домыслили от себя. И в их книгах барон не только путешествовал в Россию, но объехал весь свет и даже побывал на Луне. Вот и мы сегодня с вами пофантазируем про Мюнхгаузена. Представьте, Мюнхгаузен возвращается с Луны. Мюнхгаузен вновь попадает в Петербург, который он так любил. И опять оказывается в Зимнем дворце, где он служил. Что он здесь увидит? Каких старых знакомых или возможных знакомых он здесь встретит? Он задаст нам с вами вопросы. И я надеюсь, вы легко на них ответите. Ну что, Мюнхгаузен возвращается? И снова Санкт-Петербург, мой родной Санкт-Петербург. Маркизова лужа, Петропавловская фортеция, Василий остров, кусткамера, адмиралтейство. Очаровательный Петербург. Ах, мой родной Санкт-Петербург, мои дорогие петербуржцы. А вот и Зимний дворец. Что? Что это здесь так грохотало и сверкало? Люди, Человеки, Львы, Орлы, Куропатки. Что вы так кричите? Я не знаю, где я. Где я оказался? Вы в Зимнем дворце русских царей. Как? Вот так. Но я бывал в Зимнем дворце. Он гораздо меньше и скромнее. Ха-ха-ха. Так он был таким. А я его перестроил. Это моих рук дело. Вы так кричали, Что я подумал, Не пожар ли Франческо? И ироним. Бартолонео! Мюнхгаузен! Ах, ха-ха-ха! Но... Но как ты здесь оказался? Я вернулся с Луны. Можно сказать, свалился. Ах, узнаю, узнаю Правдивый ум барона. Вдруг расстрелил. Ты сотворил чудо! Я не видел подобной красоты И такого размаха Даже на Луне. Да, мне это свойственно. Но скажи, Зачем ты сделал Эту лестницу Такой огромной? И ты меня спрашиваешь, Ну, подумай! Для встречи послов! Ну, конечно! Узнаю! Узнаю острый ум барона! Ха-ха-ха! Попав сюда, На посольскую лестницу, Послы восхищаются Ей не меньше тебя И понимают, В какую великую И славную страну Они попали? Великолепная лестница! Столько света! Да! Я сделал множество окон, И из-за этого кажется, Что стены исчезли. А напротив них зеркала! А над головой Словно раскрылись небеса, С которых я только что Вернулся с Луны! Ха-ха-ха-ха! Как сияет позолото! Когда я думал, Как украсить стены, Я вспоминал твои охотничьи рассказы О приключениях в чудесных лесах! Да, точно! Я узнаю! Я узнаю стебли волшебных цветов! И перептиц! О, вот и голова льва! Охотничьи рожки! Я узнаю свои охотничьи рассказы! А как тебе, Блюстрада? А как тебе, Как тебе верхняя галерея? Они великолепны! Они прекрасны! Я восхищаюсь Твоим созданием расстрелей! Да, но... Но теперь Мы спросим наших зрителей, А запомнили ли они? Как называется Эта лестница? Итак, Очень яркой И очень душевной Оказалась Воображаемая Встреча Мюнхгаузена И знаменитого Архитектора Растрелли, Который построил Зимний дворец. Кстати, Вы действительно Запомнили, Как называется Главная лестница Зимнего дворца? И проверить Свои ответы Вы сможете, Если вы досмотрите Наш фильм до конца. Но правильно Ответить на вопросы Вы сможете В том случае, Если будете смотреть Очень внимательно. А между тем Наш Мюнхгаузен Продолжает путешествие По Зимнему дворцу. И его ждет Встреча С давней знакомой. Это Жена Английского посла. Ее зовут Леди Ронда. И у нее Для Мюнхгаузена Будет Сюрприз Ох, красота Прелестно. Ох, я узнаю Портрет Анны Иоанновны При дворе которой я служил. На этом портрете Ее Величество Изображено В том самом платье В котором она была На свадьбе Своей племянницы Свадьбе племянницы С моим герцогом Броуншвейгским Ах, я узнаю Екатерину Вторую Которую я встречал Как командир почетного Караула Когда она приехала В Россию. На этом портрете Она изображена Посреди всей той Роскоши Которая так Восхищает всех Иностранцев Драгоценные камни Царские регалии Императорская корона Екатерина Вторая Запомнила меня Впоследствии она писала Что ее поразил Мой высокий рост И горделивая осанка Здравствуйте, господин Менхаузен Ведь это вы Здравствуйте Лиди Ронда Вы все еще в России Как давно мы с вами Не виделись Давненько Пока вас не было Я прочитала книгу О ваших приключениях Ее написал Рудольф Эрих Расп Немецкий писатель Знаю я этого писателя Я сам рассказываю ему О своих приключениях Но Позвольте Он столько насочинял Что надо мной Стали смеяться По всей Европе Я на него искренне обижен Вы зря переживаете Книга замечательная В ней прекрасные иллюстрации Там даже есть ваш портрет Ой И я на него похож? Ну мы можем посмотреть Где это? Эта книга хранится в зимнем дворце Это прекрасное здание С пожелтевшими страницами Пойдемте Вы как всегда удивляете меня, миледи Боже мой, что это? Это и есть та самая книга О которой я вам говорила Посмотрите, здесь написано Мюнхгаузен Узнаю свои рассказы Кто же написал эту замечательную книгу И кто же ее проиллюстрировал? Это же сам Гюстав Дарре Ну вот и портрет Давайте посмотрим Чуть-чуть левее Похож? Ну, лет через сто вы будете походить Как я сейчас помню Позировал самому Канове Вот здесь написано Скульптор Канова Да Как сейчас помню Позировал я Канове И очень был похож на знаменитого Французского императора Уж какого по счету сейчас не скажу Представляете Кто сейчас помнит этого французского императора? А Мюнхгаузен знает весь мир Боже мой Сам Гюстав Дарре создал этот шедевр И сколько же здесь иллюстраций? Больше ста пятидесяти Так Потрясающе Покажите мне Я боюсь притрагиваться к этому сокровищу Как сейчас помню Эти мои турецкие подвиги Мое путешествие на Луну На каждой странице Удивительная гравюра Мое спасение из чрева рыбы Полет на ядре Удивительно Да Мне нравится эта книга Я даже готов простить этого распа А иллюстрации настолько живые Что кажется, будто художник лично слушал мои правдивые рассказы Посмотрите А это я вытаскиваю себя вместе с конем из болота Однажды я верхом на коне угодил в болото И оно быстро стало нас засасывать Спасения не было Ах Когда из болота торчала только моя косичка Я вспомнил Вспомнил? О вашей маме? Нет Наверное, о вашей жене или детях Да нет же Я вспомнил об удивительной силе моих рук Я же страшный силач Я схватил себя за косичку И за всех сил дернул вверх И вытащил из трясины себя И своего коня, на котором сидел Барон Неужели это возможно? Да Моя смекалка всегда помогает мне выйти из самых сложных ситуаций А это тот самый олень, у которого благодаря мне на голове выросло ришневое дерево Дерево? На голове у оленя? Представьте Леди Ронда Прогуливаю себя как-то по лесу И ем сочные вишни И вдруг Передо мной Могучий олень А у меня ни одной пули Тогда Я заряжаю ружье Вишневой косточкой И стреляю Косточка попадает оленю в лоб И он скрывается в лесу А год спустя Я снова оказываюсь в том же лесу И вдруг Из чащи появляется олень А на голове у него Растет раскидистое вишневое дерево Барон Этого не может быть Но именно так оно и было Я же самый правдивый человек на свете Ах, Леди Ронда Эти иллюстрации не выходят у меня из головы Я искренне благодарю вас Что вы показали мне эту книгу Что ж, я рада была вас удивить А теперь мы обратимся к нашим зрителям Запомнили ли они Фамилию автора книги О моих приключениях? Да, дорогие зрители В Эрмитаже хранятся не только картины и статуи Но и старинные редкие книги А книга о приключениях барона Мюнхгаузена С иллюстрациями художника Гюстава Доре Стала известна во всем мире И переведена на 50 языков А между тем Наш Мюнхгаузен и его спутница Леди Ронда Продолжают свой путь по Зимнему дворцу И Леди Ронда опять готовит сюрприз для барона Мюнхгаузена И это будет предмет Который когда-то принадлежал семейству Мюнхгаузенов Они увидят уникальную вещь Которая теперь хранится в Эрмитаже Зимний дворец полон чудес А в этой золотой гостиной даже стены покрыты самым драгоценным материалом Золотом А торшеры Торшеры украшены материалом Который называли белым золотом Ценился он так же высоко, как золото и драгоценные камни Это же фарфор Когда-то он ценился на вес золота Но сейчас фарфоровые чашки есть у каждого в доме Ах, Леди Ронда Неужели пока я путешествовал Фарфор распространился по всему свету Да, это так Но я могу вам показать тайную комнату Где хранятся самые первые изделия из европейского фарфора Ах, тайную комнату? Я надеюсь, это опасно Это очень опасно Вас ждет там еще один сюрприз Фарфор, Фарфор, ничего не напоминает? Это же наш родовой герб На нем изображен монах Монах? Да Нашим предком был монах Я должна записать эту историю Записывайте Все наши предки были храбрые рыцари Но они все погибли в крестовых походах и войнах И остался один единственный Кто мог продолжить наш род Но он посвятил себя Богу и жил в монастыре Так вот, его благословили Уйти из монастыря Жениться И продолжить роду Миледи Обратите внимание на животное, изображенное на этой тарелке Комар? Да нет Помимо комара здесь изображено Удивительное, фантастическое, рогатое животное У нас особенно любили изображать фантастических животных Живущих в сказочном китае Вы посмотрите, вокруг здесь полно китайцев Но в отличие от этих мастеров Которые никогда не видели китайцев Я знакомый с китайским императором А вы спросите, почему Китай? Ведь фарфор был изобретен именно в Китае В опасное путешествие в далекий Китай решались отправиться немногие Зато оттуда привозили такие диковинки, как фарфор и чай Кстати, чай особенно вкусен, если выпить именно из фарфоровой чашки А жители Европы, рассматривая белоснежный фарфор, прозрачный на просвет, гадали Что это? Глина? Камень? Скорлупа? Китайцы строго хранили секрет изготовления фарфора И европейцам понадобилось почти 500 лет, чтобы его раскрыть А случилось это у меня на родине, в Германии Леди Ронда, а вы знаете, что помог раскрыть секрет фарфора счастливый случай? И что это был за случай? Это удивительная история Она произошла с моим соотечественником, немецким ученым Иоганном Бетгером Мода есть мода И как все знатные господа, он, конечно же, носил парик И вот однажды Когда парикмахер укладывал ему локоны и посыпал пудрой Бетгер заметил, что пудра не рассыпается, как обычно А скатывается в маленькие комочки Парикмахер признался, что вместо дорогой пудры Он использовал, как вы думаете, что? Глину! И показал место, где он ее добыл Благодаря этому Бетгер, используя эту глину, создал рецепт фарфоровой массы И раскрыл секрет китайцев Это действительно удивительный случай Благодаря этому случаю Германии стали производить фарфор Ворон, а вы рады, что ваш фамильный сервиз хранится в Эрмитаже? Я необыкновенно горд, что тарелки из нашего фамильного сервиза С гербом Мюнхгаузеном хранятся в самом Эрмитаже Но обратимся к нашим зрителям Запомнили ли они, в какой европейской стране Был заново открыт секрет фарфора? Итак, дорогие зрители, мы с вами удивились тому, что увидели реальный предмет Тарелку с гербом семейства Мюнхгаузенов, которая хранится в Эрмитаже И теперь, конечно, мы вполне уверены в том, что Мюнхгаузен – это реальный персонаж Ну а сейчас Мюнхгаузену предстоит увидеть совершенно необыкновенные, уникальные украшения Драгоценные украшения, которые так любили его современницы, дамы в XVIII веке Уважаемый барон, что вы здесь делаете? Леди Ронда, я опять собираюсь отправиться в путешествие на Луну И вот думаю о подарке для лунного императора Но это не должен быть фарфор Он же белый Его не будет видно на фоне Луны И подарок не должен быть громоздкий Мне придется его везти по небесам Но хочется, чтобы он был сверкающий и не очень большой Леди Ронда, посоветуйте мне что-нибудь Есть у меня одна идея Подарок будет не очень большой, но очень дорогой Отлично! Какая роскошь! Это же букеты из драгоценных камней! А вы знаете, Ворон, что букеты, особенно драгоценные, умеют говорить? Как же! Каждый цветок что-нибудь означает для внимательного зрителя И может сказать о любви, о дружбе, о приглашении на свидание Ах! Но поскольку вы хотите сделать подарок для императора Вам нужно выбрать букет, который говорил бы власти, величие Да! Но если вы ошибетесь, все букеты останутся у меня Аттракцион не видан из щедрости И еще одно условие Вот перед вами Три букета Если за пять минут вы сможете собрать все три И при этом найти букет, который говорил бы о величии, власти Тогда изображение станет реальностью Давайте же приступим! Невероятно! На тонких золотых стеблях тяжелые драгоценные камни В оправах, которые искрятся алмазами Они завораживают Синие и желтые сапфиры, красные рубины Светло-зеленые фризолиты, голубые топазы И темно-зеленые изумруды Эти букеты создал в середине XVIII века Знаменитый петербургский ювелир Иеремия Пазье Это пион Он означает достоинство и честь А цветок земляники Дружелюбие и приветливость Желтый нарцисс Он означает горделивость А нютины глазки Как будто говорят Я думаю о близком человеке Нет Эти букеты не говорят о царственности Вот В этом букете Большая алая роза Алая роза Это символ царского достоинства Самый большой камень Огромный сиреневый аметист Огранен как тюльпан Это же символ величия Вот он этот букет Теперь надо собрать Все бумажные букеты Когда-то в России Драгоценными букетами дамы украшали свои платья Прикрепляя букеты к плечу или к поясу Иногда эти украшения были такими большими Что иностранные гости говорили В России дамы прикрепляют к платьям не букеты А целые деревца Украшения с драгоценными цветами Любила носить императрица Елизавета Петровна Современники утверждали Что она никогда не надевала дважды одно и то же платье И каждому подбирала свой набор украшений Цветками из драгоценных камней Также украшали прически Этот букет обязательно понравится лунному императору Понравились ли вам, дорогие зрители Букеты из драгоценных камней, хранящиеся в Эрмитаже И запомнили ли вы куда? На платье Дамы прикрепляли букеты из драгоценных камней Дорогие друзья, теперь, когда вы будете дарить букет цветов близкому человеку Подумайте, что означает каждый цветок в вашем букете И что вы говорите своему близкому на удивительном языке цветов Ну, а что же наш Мюнхгаузен? А ему теперь предстоит увидеть в Эрмитаже Волшебную птицу и настоящего джина Мне кажется, или я снова слышу голоса? Это явно голос какого-то животного Но это точно не леонг, и не утка, и не журавы Может, дрозды? Вы слыхали, какой дрозды? Нет, это точно не дрозды Субтитры создавал DimaTorzok Павлин золотой? Он волшебный! Да, он кажется волшебным Но секрет заключен в механизме Когда механизм заводят, павлин начинает двигаться Он раскрывает хвост и поворачивается на месте Какое чудо! Но я слышал пение птицы Неужели павлин поет? Это был голос петуха Это его вы слышали вместе с колокольчиками на клетке совы Когда механизм включают, сова начинает хлопать глазами Крутит головой и отбивает такт мелодии своей маленькой лапкой Я видел подобные механические игрушки у китайского императора Их создавал английский мастер Джеймс Кокс Но это не просто механическая игрушка Это часы Часы? Но где же циферблат? Где стрелки? Они спрятаны в скребке В его шляпке отверстие В котором видны цифры, обозначающие часы и минуты А стрекоза отчитывает секунды Удивительно! Я не видел ничего подобного Но кто же охраняет это сокровище? Глубокоуважаемый Джинн! Не вы ли охраняете эту волшебную, чудеснейшую птицу, называемую Павлин? Ай, дорогой Какой такой Павлин Маблин? Не видишь? Ну, кушаем Уважаемый Я храню эту Птицу Тысячи Плотню А давно я здесь сижу Ах, многоуважаемый Джинн! Сбылась моя мечта! Я, наконец, увидел эту волшебную птицу Павлина! Я... Но... Но... Постойте! Мне же пора! Мне пора ехать на сбор лунного винограда! Меня ждет лунный император! Что же мне делать? Хех, отважный путник! У меня есть для тебя одно средство, что поможет тебе! Это лунный камень! В день сбора лунного винограда он устремляется к Луне! И любой, кто коснется его, устремляется вместе с ним... Бери! О, благодарю вас, о любезнейший Джинн! Меня восхитил! Удивительный механизм, который воспроизводит голос... Какой птицы! Дорогие зрители, вы запомнили? Ммм... Но эти волшебные часы напомнили мне, что мне пора собираться в дорогу! Отправляться на Луну! До новых встреч! Передайте поклон лунному императору! Обязательно! До новых встреч! Да! Спасибо! 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 Итак, дорогие зрители, мы с вами совершили путешествие по Эрмитажу в компании с Мюнхгаузеном. Сейчас Мюнхгаузеном называют рассказчика невероятных приключений, но сегодня я почти поверила в их реальность. Ну что ж, жаль, что Мюнхгаузен вновь улетел на Луну. Еще нет. Я задержался на несколько минут, чтобы вместе с нашими зрителями ответить на вопросы. Прекрасно. Так как же называется главная лестница Зимнего дворца? Посольская. Как звали писателя, который написал книгу о ваших приключениях? Распе. В какой европейской стране был заново открыт секрет фарфора? На моей родине, в Германии. Дамы в 18 веке куда на свое платье любили прикреплять букеты драгоценные? На плечо или на пояс. И, наконец, голосом какой же птицы поют знаменитые Эрмитажные часы павлин? Голосом петуха. Итак, дорогие зрители, читайте книги о моих приключениях. И приходите в Эрмитаж. Петух. Продолжение следует...